Всех приветствую, мои дорогие! Начинаю я новый Project Pen, который планирую вести до середины декабря, то есть он у меня где-то полгода будет длиться. И давайте посмотрим, что я в него выбрала. И начать я хочу с палетки от Estrada. У меня она в номере 501, теплая. Вот так она выглядит. Беру ее, потому что достаточно часто ей пользуюсь. Она у меня, можно сказать, лежит под рукой. По текстуре здесь средства при наборе и переносе немного пылят. На моей коже долго не держится, то есть мне приходится периодически обновлять. И решила, что раз у меня здесь уж не так много осталось средств, и я все равно буду продолжать ей пользоваться, то возьму в Project Pen. Давайте посмотрим. Здесь скульптор, румяна и хайлайтер. Я потом все сфотографирую. Вот такие оттенки. Также беру я палетку от Viba. У меня эта палетка давно уже в использовании. Здесь у меня уже такие неплохие донышки, и поэтому решила, что тоже буду ей пользоваться. Здесь румяна. Я хочу сказать, что я эти румяна часто использую именно как тени, потому что мне кажется, что на веках этот оттенок раскрывается очень красиво. Хайлайтер, который я использую также не только как хайлайтер, но и в качестве теней. И бронзер, который тоже я использую также для макияжа глаз, помимо того, что использую как бронзер. Вот такие оттенки. Не знаю, получится ли у меня полностью ее использовать, потому что здесь более такая плотно спрессованная текстура у румяны хайлайтера. У бронзера текстура отличается, то есть он такой более нежный, более шелковистый и при наборе переносе более пылит. Ну, а рука к этой палетке тянется, и я решила, почему бы ее не взять в проект, если все равно я ее периодически беру, когда делаю макияж. Так, бронзер что-то как-то, вот, не перенесся. Так. Тоже потом сфотографирую. Также я беру румяна от Диваж. Долго думала, брать или нет, потому что, ну, уже двое румян есть. Но потом решила, что ими я тоже периодически пользуюсь, даже если они у меня не в проекте. Бывает, я с их помощью в течение дня обновляю румяна. Мне этот оттенок нравится, и я решила, что пусть тоже будет, раз уж все равно часто он у меня в использовании. Вот так выглядит. Здесь на самом деле такой уже тоненький слой, насколько я вижу. Конечно, они пигментированные, они не прям быстро расходуются. Ну, по крайней мере, буду продолжать ими пользоваться. Просто не хочется каждый раз брать в косметичку, потому что, ну, когда-то один раз могу на неделе воспользоваться, когда-то больше. Я имею в виду в те недели, когда я не беру в косметичку. Ну, и чтобы мне не брать постоянно, я решила, пусть будут в проекте. Буду пользоваться, когда будет рука тянуться. Так. Дальше мы с вами посмотрим тени. Решила я продолжить в проекте уже в новом использовать палетку от Wet n Wild. Подумала, что если ее отложу, то, возможно, забуду, не буду пользоваться. А здесь, как вы видите, у меня не так много осталось теней. Эти тени навека ложатся полупрозрачно. Бывает, я их наслаиваю. При наборе и переносе они пылят. И мне кажется, что до конца года очень даже можно эти два оттенка полностью использовать. Ну, и потом такие ходовые оттенки, которые можно во многие макияжи добавлять или самостоятельно делать такой макияж без макияжа. Также я решила взять палетку от Sleek. В свое время приобретала на Beauty Home. Это был набор из двух палеток. Они продавались в разделе для визажистов. И это абсолютно новые палетки, несмотря на то, что здесь написано Tester. Вот так выглядит палетка. Это подводка. И три оттенка. Давайте попробую аккуратно набрать. Кстати, хорошая подводка. Мне нравится ее использовать. И оттенки тоже достаточно ходовые. И просто можно с одной лишь этой палеткой сделать макияж. И тоже можно сочетать с оттенками из других палеток. И как вы видите, здесь у меня тоже хорошие результаты. Я решила поэтому тоже взять в проект. Тени я на самом деле для проекта достаточно долго выбирала. Потому что у меня много теней, как я их называю, до бивашек. И мне казалось, что еще какие-то палетки можно взять. И если ими пользоваться часто, то, возможно, до конца года можно было бы тоже использовать полностью. Но потом половину я, конечно, убрала. То есть у меня выбор был. Я думала, какую именно взять. Ну вот решила остановиться на тех, которыми, я думаю, буду все-таки чаще пользоваться. Ну, чтобы не было совсем скучно, я решила еще взять вот такую однушечку от Нинель. Она идет в номере 43. Мне нравится делать макияжи в фиолетовой гамме. И я решила, что скорее всего, к этой однушке тоже часто будет тянуться рука. Тоже можно использовать только из нее фиолетовые оттенки. А можно также такие более яркие добавлять из других палеток. Здесь при наборе переносе тени пылят. И они тоже ложатся достаточно так нежненько, полупрозрачно. Тоже смело можно наслаивать. Здесь на самом деле тоже не какой-то такой толстый слой. Буду использовать, потому что бывает, что про однушки как-то забываешь или вот про маленькие палеточки. И я решила, что в проекте я точно про них не забуду, буду использовать. Оттенки все красивые. Так. Следующее, что я вам хочу показать, это бронзер от Catrice из лимитированной коллекции. Периодически им пользуюсь и решила взять, чтобы еще чаще пользоваться. Дело в том, что мне кажется, что он как-то вот, ну может, не знаю, загустевает или что-то там испаряется. Но помимо того, что он потихонечку уменьшается из-за того, что я им пользуюсь, мне кажется, он так же как-то уменьшается вот по какой-то другой причине, как многие подобные средства у Catrice. И я решила, что возьму его буду активнее использовать. Не хотелось бы, чтобы он как-то, знаете, простоял, засох или куда-то испарился, потому что на самом деле он красиво смотрится на коже. Главное нанести, сразу его распределить, растушевать. Ну, на свотче он не смотрится так красиво, как он смотрится на лице. Тем более, можно самим регулировать, как бы побольше нанести, поменьше, побольше растушевать, поменьше. Стираю свотче. И будем с вами смотреть, что я взяла для губ. Здесь у меня тоже был достаточно для меня сложный выбор, потому что у меня есть помада и блески добивашки, и когда на каждую смотришь как бы в отдельности, извиняюсь, девочки, то кажется, здесь чуть-чуть можно с легкостью доиспользовать, тут чуть-чуть, и кажется, что вот прям все можно при желании доиспользовать. Ну, я понимаю, что, конечно, лучше поменьше взять, и чтобы были лучше результаты, чем как бы набрать много, и может и уменьшиться средство, но таких результатов, чтобы полностью использовать, может и не быть. и давайте посмотрим. Начать я хочу с блесков. Взяла я блеск от Гош, так, он идет в номере 0058, я потом все пометочки также здесь сделаю, девочки, не знаю, видно вам или нет, но его осталось вот немножечко совсем. Я его даже сначала думала не брать в проект, думала просто вот, да, использую и в пустых баночках покажу. Потом решила пусть будет в проекте. Возможно, это будет первая пустышка к следующим итогам. Красивый оттенок. Я в свое время на Beauty Home по какой-то прям совсем бюджетной цене заказывала набор из нескольких оттенков. Тоже давно у меня уже в использовании. но пока неароматные текстуры не поменялись. И хотелось бы, конечно, доиспользовать. И также у меня из этого же набора еще один блеск. Он идет в номере 0082. Дайте попробую. Не видно здесь. Здесь на самом деле тоже не так уж и много. девочки нанесу. Я потом посмотрю на свет лампы, отмечу. Вот его где-то вот столько. с этими блесками главное не перебарщивать, иначе они могут затекать в уголки губ. Смотрите, как они красиво смотрятся. Мне кажется, очень нежно так. Ну и так как давно они в моей коллекции, давно у меня в использовании, конечно, хочется потихонечку то, что более старое, потихонечку полностью использовать и выводить из коллекции. Это же касается блеска от Essence. Тоже такой старичок у меня. Я думаю, здесь видно. Я потом тоже пометочки все сделаю. Тоже красивый, такой нежный. И у меня эти блески долго на губах не держатся, то есть я их периодически обновляю. Смотрите, какие красивые. И также я беру блеск от Essence из лимитированной коллекции. Если вы помните, в предыдущем проекте я смогла такой блеск в другом оттенке полностью использовать и решила когда как не летом пользоваться таким красивым ярким оттенком. давайте посмотрим. Не знаю, не видно здесь, наверное. Пойдем сначала swatch сделаю. Здесь уже напоминает лаковую помаду жидкую такую. Смотрите, какой красивый оттенок. Тоже отмечу где-то вот столько. Я не знаю, видно или нет. Или вот так. Я дам отстояться и на свет лампы посмотрю. Мне кажется, вот где-то вот так было, когда я смотрела. я просто то, что выбрала для проекта поставила перед собой на столе как бы в отдельный органайзер и уже какое-то время, пока не сняла ролик, уже начала это все использовать. Поэтому когда какое-то время без использования постоят блески, то тут видно сколько их. А так как я относительно недавно пользовалась, то, к сожалению, пока не видно. Здесь вот так, наверное. Вот такие оттенки. Я постаралась брать разные оттенки, чтобы оттенки не повторялись, чтобы мне было интересно пользоваться и чтобы ничего я в сторонку не откладывала. ну, потому что если взять одинаковые оттенки, может такое произойти, что каким-то постоянно буду пользоваться, а какой-то схожий будет просто пролеживать или простаивать. И давайте с вами посмотрим, какие я помады взяла. Первая помада от Essence. Как вы видите, здесь изначально небольшой объем, полтора грамма. у меня по-моему в этом году уже из этой линейки одна помада закончилась и ушла в пустышки. И вот осталась еще одна. Здесь ничего не выкручивается, вот все, что вы видите, это вся помада. Ну, может, там что-то внутри еще есть, но я не уверена, что я буду ковырять. Потом также я все замеры сделаю и беру ее, потому что тоже достаточно давно она уже в моей коллекции, давно у меня в использовании и я все-таки на старичков стараюсь как-то побольше упор делать. Мне кажется, не так ее много. До конца года, надеюсь, смогу использовать. Она в номере 01. Дальше я беру помаду, которую вы уже видите далеко не в первом Project Penny. я потом пометочку сотру. Девочки, решила взять, потому что поняла, что если я сейчас не возьму, скорее всего она простоит забытая, а так как она давно все-таки в моей коллекции, то вдруг испортится, как-то жалко будет, осталось здесь чуть-чуть. Выглядит она так не потому, что у нее текстура как-то поменялась, дело в том, что она сломанная, когда я ей пользуюсь, у нее помада съезжает, я пальцем подправляю, и поэтому она выглядит такой какой-то неровной, может какой-то странной текстуры. вот такой оттенок, конечно, он под определенные макияжи, бывает, я ее использую, когда ролики снимаю, ну, тоже, я думаю, видно, что осталось не так уж прям много, я думаю, постепенно, главное, не отставлять в сторону, не забывать, можно будет использовать. тут я сотру предыдущие пометочки потом. Дальше помада от Vivienne Sabo, она идет в номере 613, я ее решила взять, потому что, на мой взгляд, здесь тоже такой достаточно летний оттенок, осталось ее немного, у нее тающая текстура, и я решила, что возьму, она красивая, у меня к ней рука тянется, мне такие оттенки идут, как мне кажется, буду использовать. Дальше покажу вам помаду, которую вы тоже видели, это помада от Finel в номере 43, тоже была у меня в предыдущем проекте, и также я подумала, что если я ее не возьму, она также может просто пролежать, простоять забытой, осталось здесь, как вы видите, не так уж много, помада это тоже давно уже в моей коллекции, в использовании у меня, ну, я решила, что хочу все-таки ее доиспользовать, оттенок здесь красивый, помада беспроблемная, даже если не получится доиспользовать, ну, по крайней мере, я и буду пользоваться, она не будет где-то там забытая стоять, дальше я беру еще одну старушку, это помада от Catrice из лимитированной коллекции в номере C04, здесь изначально не очень большой объем, помада интересная имеет аромат, знаете, как вот зерна кофе пахнут, тоже осталось ее не очень много, немножко она у меня почему-то вот подтаяла, она сейчас дома жарко на самом деле, ну, я решила тоже осталось чуть-чуть, помада давно в использовании, то, наверное, надо уже доиспользовать, ну, губаха смотрится красиво, на мой взгляд, такой интересный оттенок, так вот ее уже прилично использовано, но здесь, конечно, корпус очень красивый, так, и последняя помада, которую я беру, это помада от Essence в номере 08, тоже моя старушка, вот так она выглядит, мне кажется, это какие-то нескончаемые, неубиваемые помады, она чем-то напоминает оттеночный бальзам, тоже давно в коллекции, осталось ее, на мой взгляд, не так уж и много, я помаду в течение дня несколько раз обновляю, поэтому решила, что возьму, конечно, я не уверена, что я это все смогу использовать, но если хоть что-то закончится, то я буду рада, давайте покажу оттенки, и это весь мой project pen, сделаю фотографии, сделаю где возможно отметочки, и буду пользоваться, и я думаю, что буду отчеты раз в два месяца делать, то есть через два месяца будет первый отчет, и на этом буду закругляться, всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку, и до новых встреч, до новых видео, всем пока! Субтитры субтитры